МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Семеновна Витушева. Здравствуйте, Татьяна Семеновна. Спасибо, что пришли к нам. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подводя итоги первого и второго квартала, второй квартал уже заканчивается, какие результаты у работы инспекторов территориального отдела номер 15? Мне важнее никакие результаты у инспекторов территориального отдела номер 15, который курирует в том числе и городской округ Люберцы, а какие успехи в самом городском округе Люберцы. А их мы рейтингуем согласно своему порядку, своей категории и своему рейтингу, который осуществляется в Госантехнадзоре каждые три месяца, Маша. Этот рейтинг включает в себя основные критерия по чистоте территории, по порядку на этой территории и, конечно, по благоустроенности. И туда как раз-таки входит надзорная деятельность именно инспекторов территориального отдела номер 15, который курирует в данном случае наши Люберцы. Так вот, я хочу сказать, что данный рейтинг мы каждые три месяца составляем. Это зима, весна, лето и осень. И смотрим, какова динамика. Улучшается ли состояние территории того или иного муниципалитета, или же это состояние такое бывает, к сожалению, ухудшается. Так вот, что касается Любереца. Кстати, я говорю сразу, все муниципалитеты нашего региона мы сгруппировали в три основные категории. То есть мы сравниваем объективно, мы сравниваем корректно, и мы сравниваем муниципалитеты, равные примерно между собой. Это и по численности, и по площади, и по территории, и по численности населения, и по удаленности от Москвы и тому подобные вещи. Так вот, городской круг Люберцы входит в категорию достаточно крупных муниципалитетов. Их у нас 30. На протяжении начала 2018 года по результатам зимнего рейтинга и осеннего рейтинга 2017 года Люберцы занимали 9-е, а потом 8-е место из 30-ти. Это желтая зона, это золотая середина, но предварительно мы сейчас уже обсчитываем критерии, и в начале первой декады июня Госинтехнадзор подведет весенний рейтинг всех муниципалитетов Подмосковья. Пока с осторожностью хочу сказать, но Люберцы прибавили, и где-то, наверное, 5-6-е место, скорее всего, будет за ними. А это уже близко к зеленой зоне, и, в общем-то, у Люберцы есть все возможности наших флагманов благоустройства потеснить. А жители как-то помогают наводить порядок? Да, Маш, жители помогают наводить порядок по всему Подмосковью, но я хочу сказать, что только благодаря жителям мы, по большому счету, справляемся со многими проблемами. Это наши общие задачи, мы их совместно с нашими жителями решаем, и я действительно хочу сказать, что это на самом деле очень хорошо и очень приятно. 2018 год объявлен нашим президентом годом волонтера, и жители нашего Подмосковья, в том числе и Люберец, не остаются в стране. Поэтому было проведено большое количество субботников на территории нашего Подмосковья, как раз этой весной, в которых приняли участие больше одного миллиона жителей. Я знаю, что в Люберцах два раза проводились серьезные субботники, и огромное количество людей, более 35 тысяч, вышло на этот субботник и поддержало, наведя таким образом чистоту и порядок на территориях. Кроме этого, у нас в ГТО есть наши жители, они же жители и Люберец в том числе, которые являются нашими внештатными инспекторами и помогают в нашей непосредственно надзорной деятельности. В первую очередь это по выявлению нарушений на детских площадках, на спортивных площадках, по выявлению автомобилей неправильно припаркованных, скажем так, по нарушению закона о тишине. То есть большая действительно работа проводится, и я особо хочу отметить, что в Люберцах очень активные жители, очень активные жители, и на самом деле это хорошо, это движение двустороннее. Они неравнодушны, имеют активную позицию жизненную, гражданскую, я бы даже сказала, и это просто помогает быстрее наводить порядок. Подтверждением тому является наш областной портал Добродел, куда от жителей Люберец приходит огромное количество сообщений о тех или иных выявленных ими нарушениях. Скажите, а вот совсем недавно появилось новое мобильное приложение, которое называется «Народный инспектор». Что это за приложение? А вы знаете, Мария, это как раз-таки подсистема нашего областного портала Добродел. То есть по большому счету «Народным инспектором» может стать любой пользователь портала Добродел. Для этого ему нужно просто на свой смартфон установить это приложение Добродел, обновить его, и вот этот вот подсистема, она у него появляется. И любой уже житель Подмосковья может использовать ее для того, чтобы выявлять административные правонарушения следующего порядка. Мобильная система «Народный инспектор» в первую очередь предназначена для прекращения несанкционированной парковки, где на газонах, на зеленых насаждениях, на детских площадках. То есть каждый пользователь, видя это нарушение, может зафиксировать автомобиль через эту систему, передать данный видеоролик, который длится всего 15 секунд, в режиме онлайн в территориальный отдел Госантехнодзора, где уже инспектор на основании данного видеоаргумента нарушения выписывает в автоматическом режиме штраф на нарушителя-хозяина автомобиля, который как раз-таки стоит в неположенном месте. Оно настолько становится популярным. Я сейчас хочу сказать, что оно в тестовом режиме у нас заработало с конца прошлого года, но как только ушел снег, появились газоны, зеленые насаждения, то люди стали активно им пользоваться, и у нас уже 4,5 тысячи активных пользователей, которые, в общем-то, используют данное мобильное приложение «Народный инспектор». Более того, я хочу сказать, что один из муниципалитетов, Люберцы, где наиболее активно жители используют это приложение. Кроме этого, по результатам выявленных нарушений, поступивших в Госантехнодзор, мы составляем так называемую карту социальной напряженности, где больше всего проблема несанкционированной парковки и по всем муниципалитетам. Так вот, в Люберцах, благодаря использованию жителями этого мобильного приложения, у нас были выявлены сложные очаги напряженности по несанкционированной парковке в таких микрорайонах, как Красная Горка, в районе улиц Вертолетная и в районе улицы Дружбы. Поэтому уже ответственным лицам муниципалитета направлены из Госантехнодзора про замечания, предложения и рекомендации как-то комплексно решить эту проблему, чтобы людям стало легче и приятнее жить. В прошлом году одна женщина-внештатник Госантехнодзора добилась создания новых парковок в Звездном городке. Скажите, а у нас на территории городского округа Люберцы каких успехов добились наши внештатники? Я считаю, что у вас не меньших успехов добились внештатники, 8 человек у вас активных жителей. Сразу могу сказать, что это немного. Хотелось бы больше на такой достаточно плотно населенный городской округ. Тем не менее, с помощью этих людей было ликвидировано большое количество, а именно 124 жестких подвеса на детских площадках. Причем эти подвесы реально несут угрозу, потенциальную угрозу для играющих там детей. И заменены эти все жесткие подвесы были на мягкие безопасные цепи на детских качелях. С помощью этих внештатников были пресечены несанкционерно паркующиеся автомобили в количестве более 3000 нарушений. С помощью внештатников было пресечено. Я знаю, что активно работали ваши внештатники по понуждению домовладельцев, особенно в частном секторе, на заключение договоров на вывоз мусора. Тем самым профилактируя работу по образованию несанкционированных свалок. Итог работы неплохой. Я даже хочу сказать, что с помощью ваших внештатных общественных инспекторов было выписано штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей, которые пойдут в бюджет муниципалитета городского округа Люберцы, и на которые уже ответственные люди за благоустройство, работающие здесь, могут производить какие-то работы. Это и озеленение, это и установка дополнительных декоративных ограждений, препятствующие той же несанкционированной парковке. Это, может быть, какие-то игровые элементы или новые детские площадки. На усмотрение, опять же, жителей, которые работали в этом направлении. А как стать нештатником? Есть особая процедура. Она несложная, но её нужно пройти. В полномочиях Госэмпехнадзора это прописано, поэтому любой активный житель Подмосковья может обратиться с заявлением в наш территориальный отдел, центральный аппарат Госэмпехнадзора его рассмотрит. Он пройдёт обучение. Оно небольшое, трёхдневная теория. Плюс некоторое время ему нужно будет поработать с нашими штатными инспекторами для того, чтобы понять специфику нашей работы. И потом он получает удостоверение внештатного инспектора, работает самостоятельно, на благо, в принципе, своей малой родины, где он проживает. То есть совершенно любой человек. Абсолютно. У нас состав внештатных инспекторов очень-очень разный. То есть здесь и молодёжь, и люди пенсионного возраста. Это люди разных конфессий, это люди разных зачастую политических взглядов, но общественных организаций, но их объединяет одно – любовь к тому двору, к той улице, к тому городу, где они проживают. И это люди неравнобудушные к тому, чтобы этот муниципалитет, где они находятся, был самым чистым, самым красивым, самым комфортным, безопасным и уютным. Скажите, а как разворачивается работа административных комиссий муниципальных образований? Это новый орган муниципальной власти, это новая структура, я бы даже сказала, нашего гражданского общества. Административные комиссии созданы законом об административных комиссиях, который был принят 1 января этого года, 2018-го, нашей Московской областной думой. И во всех муниципалитетах данный коллегиальный орган создан. Административные комиссии, по большому счёту, сейчас исполняют всё то же самое, что ранее делал инспектор ГУСМТехнадзора только в отношении физических лиц СНТ и ГСК. Конечно, первые шаги давались с трудом, это было новое дело для всех муниципалитетов и для Люберец в том числе, но территориальное дело ГУСМТехнадзора во всём помогали и сопровождали начало этой работы. Сейчас я хочу сказать, что административные комиссии встали на ноги во всех муниципалитетах и в Люберце в том числе, и начали активно работать. Я считаю, что не за горами уже серьёзный эффект от этой работы, потому что, конечно же, производительность труда увеличена в разы, поскольку раньше на одного инспектора ГУСМТехнадзора приходилось порядка 80 населённых пунктов, и он физически не смог везде успеть, то сейчас административная комиссия, в состав которых входит большое количество членов, они могут объять территорию большей площади и навести порядок в более короткие сроки. Да, это заметно разгружает работу. По Московской области было выявлено порядка 400 нарушений на детских площадках. Как обстоит сейчас у нас дела на игровых зонах? По-разному, Мария, составляют дела. Действительно, детские площадки сейчас основной объект надзора для всех наших территориальных отделов без исключения, потому что безопасность детской игровой инфраструктуры стоит на первом месте. Так же, кстати, как и безопасность детских лагерей. Этим мы занимаемся сейчас всё это время приоритетно. Понятно, что за зиму любая детская площадка могла где-то проржаветь, где-то испортиться, где-то что-то, поэтому необходимо, особенно с наступлением летних каникул, привести всё в порядок в кратчайшие сроки. Поэтому занимаемся и очень усердно этой тематикой. 612 детских игровых площадок в городском округе Люберцы, 229 при этом спортивных ещё. Но я хочу сказать, что в общем и целом инфраструктура городского округа, она хорошая. Да, есть ещё детские игровые площадки, которые имеют физический и моральный износ. Это не значит, что они небезопасны, но требуют замены, модернизации, чтобы уже они соответствовали всем нормам, правилам и требованиям, которые выставляет правительство Московской области. Таких на территории городского округа ещё около 30%. Поэтому работа над такими устаревшими детскими площадками, я знаю, сейчас ведётся. Кстати, и в рамках комплексного благоустройства дворов. Но, что особенно отрадно, в городском округе Люберцы нет бесхозных детских площадок. За каждой детской площадке закреплено ответственное лицо, которое, в общем-то, ведёт работу по эксплуатации этой детской площадки, следит за её безопасностью. Это первое. Второе, что в Люберцах ведётся работа, действительно, как я уже сказала чуть ранее, по замене всех жёстких подвесов на детской игровой инфраструктуре. Ну и вообще по замене и искоренению небезопасных игровых элементов, которые, к сожалению, присутствуют ещё пока не убраны полностью. Детские площадки в Люберцах в своём большинстве – это уже новая обновлённая инфраструктура. Большое количество детских площадок с мягким прорезиненным покрытием. Ну и совсем небольшое количество жалоб идёт от жителей Люберц на состояние именно детской игровой инфраструктуры. Это, на самом деле, серьёзный хороший показатель. И я считаю, что ответственные люди работают в правильном направлении по данной тематике. Скажите, а вот по поводу освещения, по поводу видеонаблюдения, это должно сложиться? Да. Вы знаете, это относится не столько к детской игровой инфраструктуре, сколько к иной работе, которая у нас называется «Комплексное благоустройство дворов». Это губернаторская программа. Она включает в себя установка в наших внутридворовых территориях не только детских площадок. Это и расширение зоны парковки, это и озеленение, это и, в общем-то, освещенность, о которой вы говорите, это в том числе и установка камер, которые, ну, в общем-то, обеспечивают безопасность наших внутридворовых территорий. Я знаю, что эта программа реализуется и в Люберцах. По итогам 2017 года 69 дворовых территорий было комплексно благоустроено здесь. На этот год планы еще 69 дворов комплексно благоустроить, и я знаю, что по 60 работы уже начаты. Срок сдачи под ключ – это где-то, наверное, начало октября 2018 года. Как идет благоустройство пляжей на данный период времени? Вы знаете, есть, опять же, областная программа, которая так и называется «Пляж». В рамках данной программы все муниципалитеты без исключения обязаны обустроить на своей территории или пляжи, или же, если купаться, ну, нет возможности на том или ином месте, значит, обустроить зону отдыха у воды. Вот я знаю, что в городском округе Люберцы три таких места. Купальному сезону будут открыты – это зона отдыха Наташинские пруды, это зона отдыха Малаховское озеро и зона отдыха Кореневское озеро в поселке Красково. Но что я хочу сказать, уже начато благоустройство этих береговых линий, произведена уборка акватории от мусора, приведены в надлежащее состояние малые архитектурные формы, устанавливаются контейнерные площадки для вывоза мусора, то есть работа идет. И я абсолютно уверена, что к началу нового нашего пляжного купального сезона эти три зоны отдыха для Люберец, для жителей Люберец и гостей, отдыхающих, приезжающих сюда, они будут готовы в полном порядке. Это однозначно. Отлично, можно не есть на море, отдыхать у нас прекрасно. Мы за этим следим. Кстати, мы в рамках этой спецоперации «Пляж» и спецоперации «Береговая линия» данные мероприятия проводим не только с сотрудниками администрации, но и с нашими коллегами из МЧС. Также у нас пройдет чемпионат мира по футболу. Как идет подготовка к этому периоду? Идет полным ходом, и я бы даже уже сказала, практически завершена. У нас, конечно, на территории Подмосковья будут находиться некоторое количество объектов, непосредственно подготовленных к чемпионату мира, где будут жить команды, играющие, принимающие участие в чемпионате мира по футболу, и они там будут тренироваться, и там же будет находиться большое количество болельщиков. В Люберцах нет такого объекта, но при этом я хочу сказать, что Люберцы, они находятся транзитом, через который будут проезжать огромное количество наших турпотоков и болельщиков в том числе. Где-то ориентировочно мы предполагаем около 2 миллионов. Поэтому, конечно, вот эта логистика движения, она для нас непосредственно очень важна. И еще заблаговременно, еще в конце прошлого года, мы совместно с администрацией, с ответственными лицами проводили так называемые комиссионные объезды, в результате которых смотрели в первую очередь дорогу, или дороги, по которым будет двигаться большое количество гостей и болельщиков, и которые проходят вдоль Люберец. Мы осматривали состояние самого дорожного полотна, прилегающей территории, несанкционированную торговлю убирали. Мы смотрели состояние фасадов, то есть заборов, ограждений. То есть огромное количество проблем было выявлено. И, в общем-то, я помню, этот комиссионный объезд был очень широкомасштабный. Были поставлены сроки на ответственных лиц для ликвидации всех выявленных правонарушений. И все это было сделано. И сейчас, конечно, ситуация поменялась. То есть мы можем уже видеть, что та территория, вдоль которой будет проезжать огромное количество людей, она изменилась кардинальным образом. Поэтому я считаю, что Люберцы тоже внесли свой достойный вклад в грядущий чемпионат мира по футболу и не подведут. Достаточно снежно у нас. Согласитесь, выдалась зима. И обильное количество осадков выпало в этом году. Как обстоит ситуация с паводками? Ну, я хочу сказать, что мы готовились совместно с МЧС к ситуации с паводками на территории всего Подмосковья и, в общем-то, к Люберцам в том числе. Что для этого делалось? Для этого проводилась серьезная работа по своевременному вывозу снега. Потому что, понимая, что в городе в первую очередь опасность – это образование подтоплений, луж на территории дорожного полотна, во дворах, именно было бы от этого. Поэтому своевременный вывоз снега, он обеспечил, в общем-то, то, что никаких серьезных подтоплений, а уж тем более паводка, на территории городского округа Люберец не было. Но, опять же, у нас очень серьезная группировка по всему Подмосковью из состоящих из сотрудников МЧС дежурила весь этот, ну, в общем-то, действительно опасный период. Она состояла из 53 тысяч единиц личного состава, 9 тысяч техники было задействовано. Да, у нас были районы в Подмосковье, которые попали под серьезную паводковую ситуацию, но мы справились, и никакого форс-мажора не было. То есть у нас ничего страшного не произошло? И, в общем-то, я считаю, что это правильно организованная работа ответственных лиц за ЧАЭС, наверное, в районе, кто у вас здесь отвечал. Скажите, есть ли у вас какие-либо пожелания для наших телезрителей? Есть. Отойдя от зимы и уже пройдя весну, с наступлением летнего дачного периода, я хочу пожелать жителям Люберец, в общем-то, обращать внимание на экологическую культуру своего поведения, потому что для нас очень важно сейчас и очень остро стоять тема мусора. Этот мусор к нам не прилетает с Луны, и с Марса тоже не прилетает. Этот мусор генерируем мы сами, мы жители, и поэтому очень важно, чтобы люди, в общем-то, а особенно отдыхающие на даче, временно проживающих в наших дачных и садовых товарищах, заключали договора на вывоз мусора. Этот мусор вывозился строго по графику, по тем нормам образования, которые заложены в правительстве Московской области, и никак не меньше, на отведенные места, чтобы люди, возвращаясь с дач домой или проезжая по дорогам, все-таки не оставляли пакеты на наших остановочных павильонах, не выбрасывали на обочины дорог и тому подобные вещи. На сегодняшний день это очень актуальная проблема, это, на самом деле, вызов, борьба с мусором, и поэтому я думаю, что без наших жителей, без, в общем-то, норм и правил поведения, которые обязывают все-таки не быть свиньями, назовем это так, поможет действительно поддерживать чистоту и порядок в городском округе Люберцы. Я хочу сказать и обратить внимание на тот момент, что у нас Министерство экологии активно ведет работу сейчас с мусоровозящими компаниями для того, чтобы пресекать появление несанкционированных свалок, и, в общем-то, для этого они ввели новый тип договора на вывоз мусора, где каждая мусоровозящая компания уже должна не просто его заключать, заключать на определенный объем вывоза мусора и там же указывать, где этот мусор должен оставляться, на каком полигоне. Кроме этого, в этом договоре есть обязательное условие, чтобы все мусорозящие компании были оснащены системой ГЛОНАСС. Мы могли видеть, что данный мусоровоз не выбросил мусор вдоль дороги или же вдоль лесополосы, или вдоль берега реки. Вот такие нововведения с этого года вступают в действие, и я думаю, что это действительно поможет контролировать. Ну а что касается председателя садовых товариществ, это очень важно, чтобы мусоровозящая компания, которая заключает с ним договор, она уже представляла этот договор нового образца. Таков закон, и мы его все будем исполнять. Татьяна Семеновна, спасибо, что пришли к нам в студию и за приятную беседу. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами. Вы смотрели программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в студии была Татьяна Семеновна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области, главный государственный административно-технический инспектор Московской области. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова